Привет! Уже начались приятные хлопоты, связанные с подготовкой к празднику. В очередной раз мы решаем, как украсить дом, что приготовить, как одеться и что подарить родным, близким и любимым. И разумеется, как украсить елку на новый 2014 год. Уже третий год подряд в этом помогаем мы, Аня и Алена. На нашу почту морозсобака.анапа.регион.ру постоянно приходят письма с просьбами, которые вы направляете Дед Морозу. Мы их читаем, рассказываем о ваших пожеланиях дедушки и придумываем, как вам помочь. Письма уже поступают. Давайте как раз прочитаем первые. Давайте, только перед этим я напомню зрителям о том, что в прошлом году мы вместе с нашими партнерами разыграли ценные подарки и на кону был телевизор. И в этом году мы приготовили для вас массу сюрпризов, но об этом расскажем позже. Давай пока сохраним интригу. Итак, первое письмо пришло от Марины Путиловой. Она пишет нам. Здравствуйте, Снегурочки. Каждый год накануне праздника мы наряжаем елку. Она красивая и нарядная, но очень жалко, что так много их вырубают в лесу. Мы думаем приобрести искусственную, но сомневаемся, украсит ли она нам комнату так, как живая. Марина, сейчас искусственные елки вполне могут стать альтернативой живым. Главное знать, где покупать. Нам с этим вопросом поможет магазин во время подарков. Без чего мы не можем представить себе Новый год. Конечно же, без подарков и красавицы елки. В наши дни все больше людей дает предпочтение искусственным елочкам. Ведь они не только долговечны, но еще и необычайно красивы. Голландская компания «Триумф» специализируется на производстве элитных новогодних елей премиум-класса. Благодаря красоте изделий, большой схожести с настоящими живыми деревьями, компания очень быстро завоевала сердца покупателей и получила признание во всем мире. Всегда есть возможность подобрать елку нужного цвета и размера. У каждой елочки свое название. Здесь главное не растеряться. Императрица с шишками. Стильная заснеженная. Русская елка. Особо стоит отметить белоснежные искусственные елочки. Очень интересные и необычно они смотрятся со стороны. Можно смело говорить о том, что такая елка станет настоящим украшением комнаты и создаст особую праздничную атмосферу. Искусственная елка «Триумф» только с виду выглядит колючей. На самом деле она мягкая и безопасная. Хвой имеет необходимую жесткость и долговечность. Не ломается, не мнется и не осыпается. А еще такие елочки пожаробезопасны и не вызывают аллергии. Новогодняя искусственная елка «Триумф» будет радовать вас не один год. Производитель дает гарантию 10 лет. А это говорит о качестве. Теперь о символе 2014 года. Это синяя деревянная лошадь. Для благополучия и стабильности в наступающем году в доме должны присутствовать фигурки этого животного или предметы с его изображением. Доставьте по квартире статуэтки, вазы, рамки для фотографий с изображениями лошади. Повесьте на счастье и удачу подковки. Ведь это амулет наступающего года. В магазине «Время подарков» большой выбор сувениров и предметов интерьера с изображением лошади, картины, наборы для мужчин, шахматы, даже родословная книга-тройка. Здесь вы можете подобрать полезные и ценные вещи. Также хорошим приложением к любому подарку станут изображение или фигурка символа года. Тому, кто мечтает встретить любовь в новом году, можно, например, подарить игрушку в виде единорога. У каждой из этих стеклянных лошадок свое имя и свой характер. Вот уже три года магазин «Время подарков» предлагает своим покупателям только самые качественные и оригинальные товары. Каждый год здесь представлены новые коллекции елочных игрушек, которые соответствуют свежим тенденциям в новогоднем дизайне. Торопитесь за новогодним настроением в магазин «Время подарков». Анапа, улица Ленина, 153. У меня в руках послание от Светланы. Добрый день, Дедушка Мороз. Я хочу обратиться с помощью к твоим снегурочкам. Пусть они подскажут, где приобрести праздничное платье для встречи Нового года и каким оно должно быть. Большое спасибо. Света, правильно сделали, написав нам письмо. Экскурсию по магазинам одежды мы уже провели и решили задержаться в Диве. Скоро любимое всеми торжество. Вся эта новогодняя стуета разодоривает женщину. В это время даже на работу хочется ходить как на праздник. Вместе с магазином стильной одежды «Дива» выберем для себя самые подходящие наряды для офиса и, конечно, новогодней ночи от итальянских и турецких производителей. Если вы привыкли одеваться ярко, то, безусловно, обратите внимание на такую модель, выгодно подчеркивающую силуэт. Девушкам, отдающим предпочтение более скромным нарядам, стоит присмотреться к такому интересному, но в то же время сдержанному варианту или же выбрать платье классических цветов с изящным рисунком. В магазине «Дива» есть предложение и для девушек совсем строгих вкусов. Расцветка платья не позволит затеряться в толпе, а элегантный клач завершит образ. Какой наряд выбрать для встречи наступающего года? Впереди год синей деревянной лошади. Уже сам цвет покровителя обусловил актуальные оттенки наряда. В первую очередь это все тона синего. Как же обойтись на новогоднем торжестве без блестящих элементов? Однако пусть они будут присутствовать в вашем наряде только в качестве декора. Не перенасыщайте ими образ. Среди актуальных фасонов можно отметить классический вариант. Длинное платье с достоинством, подчеркивающее талию. Новогодний принт будет как нельзя кстати. Главным веянием наступающего года становится сдержанность, аристократичность и элегантность. Вот почему вы можете облачиться в то самое черное платьице, которое в свое время разработала прекрасная Коко Шанель. Удачным будет выбор наряда белого цвета. Такое воздушное платье визуально сделает вас моложе и добавит торжественности празднику. Эта модель интересна тем, что сняв кружевной шлейф, вы получите совершенно другой образ. Пожалуй, из всего разнообразия нарядов, самое красивое платье на Новый год 2014 – это вечернее. Не бойтесь открыть руки, зона декольте – спину. Такие вечерние платья по достоинству оценит не только хозяйка года, но и мужская половина вечеринки. Магазин «Дива» находится по адресу. Город Анапа, улица Грибинская, 8А. Вас ждут с половины десятого до девятнадцати часов. Ален, ты себе уже купила платье? Пока нет. Еще в раздумьях. Кстати, нужно будет заглянуть в «Диву». Хороший магазинчик. А у меня в руках следующее письмо. Оно пришло от Андрея и Ольги. Молодая пара впервые будет отмечать праздник вместе. Им хочется узнать, как правильно украсить елочку, чтобы понравилась покровительнице синей лошади. На самом деле вариантов множество. Некоторые из них мы продемонстрировали в следующем сюжете. Чтобы очередной хозяйке года было приятно и чтобы ей угодить, предлагаем мы в предновогоднем интерьере внести элементы, которые придутся ей по нраву. Вместе с талоном-магазином «Важная персона» вы можете в полной мере раскрыть свои дизайнерские способности, придав дому абсолютно любой вид, даже сказочный. А талисман будущего года – существо мудрое и доброе, предпочитает богатство и роскошь. Давайте елочку в этот раз украсим зелеными, синими, фиолетовыми игрушками. Ведь лошадь-то в этом году синяя, но, как всегда, можно использовать и традиционные – серебристый, зеленый и желтый. Они будут смотреться богатым. Важен не только цвет, но и форма игрушек. Порадует покровителя года изображение лошадок. Будут ли они нарисованы на шарах или же это будут стеклянные лошади ручной работы – неважно. В этом году можно использовать также игрушки в виде колокольчиков, шишек и сосулек. Если для вас важен стиль лесной красавицы, определитесь сначала с цветом. Красиво смотрится елка, оформленная в одном или двух, хорошо сочетающихся друг с другом цветах. Игрушки в виде пирожных и печенек являются символом сладкого и восхитительного вкуса. Поэтому они будут приятно вас радовать и приносить в дом сладкое настроение. Оригинально украсить макушку можно маскарадной маской. Стоит добавить еще красок и праздника – это разноцветные гирлянды и огоньки. Они добавят волшебной атмосферы. Под саму елку поселите словно сахарных лесных жителей. Обязательно дедушку Мороза и его обаятельную внучку. Важно в персоне выбор этих героев очень большой. Кто-то наверняка отдаст предпочтение таким скоморохам, которые будут оберегать новогодние подарки. А их можно упаковать в специальные новогодние мешочки и емкости для конфет. А еще под лесную красавицу поставьте тарелочку с водой и положите пучок сена. Этим вы задобрите будущего талисмана и заручитесь его благосклонностью на весь год. Украшайте свой дом вместе с салоном-магазином «Важная персона». И все самые важные моменты вашей жизни пройдут на высоком уровне. А теперь мы расскажем о розыгрыше новогодних подарков. В этом году их в два раза больше. У нас будет конкурс для детей и лотерея. Для того, чтобы поучаствовать в лотерее, вам нужно прислать оригинальное новогоднее поздравление, которое необходимо прислать на почту morosobaka.anaparegion.ru. В письме необходимо указать имя, фамилию и номер телефона. С одного электронного адреса принимается только одно поздравление. Кстати, розыгрыш проводится только среди тех, кто прислал письма. Причем обязательно в письме поздравить кого-либо или передать привет. Что ты имеешь в виду? Это значит, что просто отправить стишок недостаточно. А теперь самое интересное. Какие подарки мы разыграем в финальной передаче этого года? Это сертификат на сумму 3000 рублей от ирландского Паба Дублин. А главный приз лотереи предоставляет магазин Белая Техника. Это, внимание, стиральная машина! А еще в рамках программы «Письмо Деду Морозу» проходит конкурс для малышей. Разучите с ребенком 2,4,6, Снегурочки, Дедушки Морозе, про новогоднюю елочку, снежинки или же Новый год. Запишите выступление малыша на видео и пришлите на почту. Она по регионсобака.gmail.com В письме необходимо указать фамилия, имя, отчество участника, возраст и контактный телефон. В проекте могут принять участие дети до 10 лет. Конкурс продлится также до 23 декабря. Победителя определит компетентное жюри. Главный приз – планшетный компьютер, который предоставил магазин «27-я игра». В номинации «Зрительские симпатии» будет разыгран приз от магазина «Время подарков». Для того, чтобы стать победителем этой номинации, необходимо набрать наибольшее количество просмотров на нашем YouTube-канале. Вся статистика просмотров будет выложена на нашем сайте. Как видите, условия очень простые, а подарки очень ценные. Пишите Дедушке Морозу. Новогодняя почта работает до 24 декабря включительно. Пишите Дедушке Морозу. Новогодняя почта работает до 23 декабря включительно. Увидимся в среду в 18.45. Всем прекрасного настроения. Пока. Выбирая бытовую технику, вы учитываете то, что она прослужит не один год. Может измениться обстановка, но бытовая техника останется. На чем же остановить свой выбор? В этом вам поможет магазин «Белая техника». Строгие классические модели всегда актуальны для тех, кто ценит комфорт и спокойствие. А если вы любите экспериментировать, «Белая техника» предлагает необычные формы и цвета. Магазин «Белая техника». Анапа. Улица Толстого, 120. Телефон 3-21-39. Магазин «27-я игра» предлагает большой выбор игровых приставок и консолей, лицензионных игр и DVD. У нас вы найдете планшетные компьютеры, цифровые диктофоны, плееры и наушники. Ждем вас ежедневно. Центральный рынок. Магазин «27-я игра». Чтобы окунуться в атмосферу ирландского паба, не обязательно ехать за границу. «Айриш Паб Дублин». Традиционные ирландские напитки. Европейская кухня, бар, спортивные трансляции, выступления рок-групп, шоу-программы и караоке. «Айриш Паб Дублин». Настоящий ирландский паб в Анапе. Ждем вас каждый день с 12 дня до 5 утра на углу улиц Ленина и Пушкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин